Казахстан, Республика Саокумия Тюнэн, Баспусэс Орталаганахуш, Кельнаназдер. Коллеги, буквально только что на заседании правительства был одобрен проект государственной программы развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2025 года. На интересующие вас вопросы в рамках обозначенной тематики ответят министр культуры и спорта Арстанбек Мухаммедиулы и вице-министр культуры и спорта Ерлан Токторханулы Хожагапанов. Уважаемые гости, добро пожаловать. Арстанбек Мухаммедиулы, расскажите, пожалуйста, какие основные мероприятия включает проект госпрограммы и какой социальный эффект мы получим? Я хочу сказать, что принято в области туризма, как вы знаете, много государственных программ, но где развитие туризма мы все знаем, это только мы делаем первые шаги. В действительности эта программа была очень сложнейшей программой, потому что мы сюда вводили реальные нормы, которые в действительности у нас в республике и даже в ближайших, скажем, Центральной Азии не практиковались и даже в странах СНГ. Для чего это нужно было сделать эту программу? Это такую, скажем, действительно амбициозную программу, но реальную эту программу, потому что мы обязаны двигать туристическую деятельность. И как была эта группа Маккензи в их презентации, сейчас 10% ВВФ, мировая экономика, она составляет туризм. И самый один из быстро растущих секторов экономики – это туризм. Например, мы честно должны это сказать, вот в Грузии, нашим соседям Азербайджанам, развитие этого туризма идет семимильными шагами. А мы только-только в больших спорах отстаиваем, как мы можем реализовать эту программу. Что для нас это очень важно, вы сами знаете, вот Казахстан очень богат на природные заповедники. И у нас в данное время наши природные заповедники, которые действительно вызывают огромное возмущение, они закрыты. Шлагбаум стоит при входе, только оплачивая, и все, внутри даже указатели, не только там инфраструктура, ничего нет. И как вы знаете, вот в Соединенных Штатах природные парки в год посещают этот Голден Гейт. 13,7 миллионов человек. Это эффект 7 миллиардов долларов каждый год. Это каждый год. Гранд Каньон, как и наш Чарынский Каньон, посещает 4,3 миллиона людей. А эффект 2,2 миллиарда это долларов. А почему мы не можем это развивать, наш Чарынский Каньон? Наш Чарынский Каньон, это мы, наши коллеги из Америки приезжали, чтобы локацию посмотреть в рамках нового закона о кино. Они вообще были удивлены. Во много раз это как масштабнее, эффективнее и интереснее. И, конечно, наша задача, вот благодаря этой госпрограмме, мы сейчас должны там создавать управляющие компании и целиком открывать для туристов. Это что даст, в первую очередь? Это, конечно, это даст для сохранения этих природных зон. Это потому, что при умелом управлении, это, конечно, деньги будут направляться для более привлекательности этих парков. И это, конечно, второй, этот наш важный момент, это наши особо охраняемые природные зоны. Они находятся для нашего блага, особенно в сельской местности, в Шалкарне и Монтаусской курортной зоне, в северном, в Казахстане, природном заповеднике. Вот недавно было у нас выступление Акима Павлодарской области, он говорит, Баянаул, мы не можем привлечь туристов. Закрыли охранную зону и все. Это, конечно, аргументирует, что это необходимо сохранять природу, там, животный мир. А мировая эта практика показывает, наоборот, благодаря этим мирам и этот краснокнижные животные, они во многом раз эффективнее развиваются, нежели тем, что браконьерские, которые мы сейчас имеем. Что такие закрытые зоны? Спасибо большое. Давайте перейдем к вопросам. У нас журналисты уже ждут. Пожалуйста, Лейла Тастанова, газета «Время». Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему группа «Макензи» определяет для Казахстана 10 дестинаций? Мы сами не можем это сделать. И, кстати, какие это дестинации? Второй вопрос. Вы говорили о том, что с иностранных туристов будут взимать, ну, я так поняла, налог 2,5 доллара за сутки. Скажите, для чего это и каким образом это будет организовано? Не оттолкнет ли это туристов? И третий вопрос. Давайте мы пока на первые два ответим. На два. Я с удовольствием отвечу. Мы этот топ дестинаций определили мы. Определили мы. Это наше министерство. Да, это почему мы действительно взяли основные драйверы, которые необходимы. И мы впервые программу презентовали в прошлом году, 9 мая, в Аллахуле с участием главы государства. Тогда мы обозначили, что нам необходимо не распыляться, а взять топ-10 дестинаций и в первую очередь двигать их. А потом, конечно, другие зоны. Мы этот секретов нет. Когда доклады на правительство дела, мы разделяемся. Кто это, скажем, остальные вопросы, кто дополнительные вопросы. Если это, скажем, группа Маккензи, мы с ними совместно работаем, потому что всегда нужна независимая оценка. Реальная независимая оценка. Мы, конечно, можем написать, что это по нашим показателям, а Маккензи, они дают реальную оценку. И поэтому я могу вам уверенно сказать, что топ-10 дестинаций определяли мы. Второй момент. Бетакс. Это мировой опыт. Смотрите, Бетакс, и оно подходит дифференцированно. Мы этого вводим, его для бизнеса, скажем, для деловых туристов, которые приезжают из Алматы, Астана. Один номер, условно, скажем, 350-500 долларов. И из них 2 доллара включается, и никто и не заметит. Нам это необходимо. Это весь мир. И Соединенные Штаты, Турция, все европейские страны вводят эту норму. А как раз вот это 2-4 доллара, маленькая сумма, оно идет на развитие туризма. Что мы сейчас имеем? Это, конечно, мы все программы для его реализации, для его, скажем, разработки, деньги берем из бюджета. Наша задача, наоборот, отходить от бюджетных денег, переходить на рыночные условия. И это очень хороший мировой опыт. Второе. Конечно, мы, как заинтересованный орган, сейчас будем более интенсивно заниматься привлечением туристов, чтобы этот Бетакс стал еще больше. Если мы на бюджетных деньги сидим, это, конечно, нам Бетакс ничего не нужно. Ну, приехали туристы, приехали или нет. А когда уже переходим на самоокупаемость, конечно, будем больше работать, чтобы иностранных туристов было больше, и поступление Бетакса поступало. Сейчас есть момент. Конечно, оно вводится, опять я подчеркиваю, для бизнеса, это делового туризма. Те, которые, скажем, отдыхают, условно, там, Алакуле или в Боровом, конечно, туда не вводятся. Если, скажем, с Россией это туристы приехали с пятью, как состав семьи, с детьми. Для них, если они живут, это там в номере 100 долларов, и изымают ежедневно по 2 доллара, 10 долларов, в течение 10 дней 100 долларов, это ощутимо. Мы этих туристов не трогаем. Только те, которые приезжают на большие событий и мероприятия, только на больших гостиницах. Вспомнила третий. Вот вы сказали, что 22 тысячи туристов из Китая хотите привлекать. Это на какой период? Нет, это не из Китая. Я вас очень прошу, вот всегда мы даем неправильную информацию, а потом уже исправляем. Это у нас 22 тысячи туристов. Эти были, это 2018 год, с Китая и Индии. Основной это поток был с Индией, это туристы. Это посетили уже, получается. Да, мы сделали 72-часовой безвизы, это транзитный. Наша задача, чтобы наши аэропорты, Казахстан стал таким авиационным хабом, как Стамбул, Лондон, Дубай. Почему мы не можем? Наша задача нам побольше открывать. Что такое транзитные туристы? Это те, которые, скажем, с Дели приезжают в Алматы, с Алматы далее улетают в Франкфу, в другие направления. И чтобы хотя бы за 72-часовую он посмотрел город, мы даем такую возможность. Сейчас вы это посмотрите, пожалуйста. Мы хотим еще на больше шаг идти, потому что индусские, это туристы. Больше интересуются уже этот горно-лыжный спорт, потому что у них снега нет, им очень интересно этот Алматы. Точно так же основной этот поток идет в Астану, потому что быстро развивающий этот город, деловой город, это интересно. А Индия, это население, миллиард жителей, вы прекрасно знаете. У нас, наоборот, большое затруднение от туристов с Китая, потому что они не так активно пользуются, которые 72-часовую. Основной поток, конечно, идет с Индии. И касательно туристских дестинаций, могли бы вы озвучить, коллега просил? Туристские дестинации, 10 направлений. Девушки отдыхают. Продолжение следует... 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 Что эти скандалы, что Илья и Ленин, другие принимали допинги в 2016 году. Они это принимали в 2012 году. Это очень важно. По полторанину, я еще раз говорю, принятие своей крови, это факта не было. И австрийские полицейские службы официально это заявили. Мы же запрос делаем. Наша позиция, чтобы не было таких, скажем, не антиспортивных шагов, мы вносим изменения о спорте и спортивной деятельности. Это впервые мы вносим нормы, которые наказываются, кто принимали допинги. Наша позиция, конечно, однозначно, мы против допинга, оно никогда к хорошему не приведет. Это просто в погоне за, скажем, медалями, оно потом всплывает. Зачем это нам надо? Вот когда мы Лондонская Олимпиада, как чествовали, 7 медалей, 4 золотых медалей забрали. Зачем нам такие факты нужны? Поэтому мы вносим жесткие нормы в наше законодательство. Кстати, вот завтра будет первое чтение в мажоресе этого нормы. То есть Министерство культуры и спорта пока никаких мер предпринимать не будет в отношении полторанин. Вы посмотрите, мы меры принимаем, конечно, чтобы смягчить наказание, чтобы это не было, просто его одного оставить, и его, скажем, там, чтобы он сам отставил свои права. Мы, как заинтересованный орган, и как он гражданин Казахстана, мы государство обязаны его защищать. Только по тем нормам, которые он допустил, скажем, нарушение законодательства, чтобы не было дополнительного обвинения. На самом деле, это-то с полтораниного, вы сами прекрасно знаете, до этого во всех соревнованиях выступал, его перед стартом сколько раз, ну, как этот допинг-контроль берут. Вот недавно Сергей Сапиев рассказывал, он, представляете, финальный бой, ну, этот, естественно, он двигаться этот никак нельзя, потому что там весь гоняет, чтобы это быть соответственным. А когда допинг-контроль берут, там хочешь не хочешь, пьешь воду, а уже 200 грамм, уже организм тяжелее становится. И, конечно, спортсменам очень сложно, когда перед стартом стараются допинг взять, это, конечно, и психологическое. А на самом деле, вот это, как заявление сделали, это полтора дня было намерение, но мы сейчас будем норму вводить, чтобы вообще забыли, что такое применение допинга. Благодарю вас за ответ. Растанбек Мухаммед Иулла, возвращаясь к теме нашей пресс-конференции, проекту госпрограммы развития туристской отрасли, разрешите уточнить, вот вы на заседании правительства отметили, что будет создано порядка 200 тысяч новых рабочих мест в ближайшие 7 лет. Из них 72 тысячи постоянных рабочих мест. Расскажите, пожалуйста, в каких секторах будут созданы эта сфера услуг или... Ну, эти цифры, еще раз я вам могу сказать, что оно очень четко выверено, это цифры, потому что мы не можем вводить в заблуждение нашей общественности. И вообще-то сами, когда это планируем, мы должны четкую цифру знать. Наша задача, вот как мы вам обозначили, активное, скажем, привлечение в особо охране природной зоны, как раз эти 72 тысячи именно будут создаваться в сельской местности, это постоянно действующее. Но я могу вам уверенностью сказать, что мы, это реальные цифры, это реальные достижения. Хотя бы для примера могу сказать, вот когда Аллахуль впервые, 2,5 года назад мы двигали, все это немного смотрели как-то с успешкой с сарказмом, получится или нет. Но сейчас мы в прошлом году, как вы знаете, Аллахуль был полный аншлаг, места не было. В прошлом году только Аллахуль, это 3 пятизвездных отеля открыли. В этом году, конечно, еще открывается, как раз вот реально пошло. А когда мы 2 года назад, 2,5 года, из Селана, доктор Ханчев, впервые там в Аллахуле на велосипеде сели, взяли наших олимпийских чемпионов, известных артистов, делали промоушен, все сказали, вы что там делать в Аллахуле на велосипеде катайтесь. И когда в прошлом году пригласили 4-х этих космонавтов, они на весь мир заявили, да, Аллахуль уникальная эта вода, когда они прилетали с Космом, в советское время очищались от радиации, то, конечно, эффект был сразу значительно увеличившийся от туристов. И, конечно, Аллахуль в этом году ожидаем еще больше туристов. Благодарю вас за ответ. Буквально последние два вопроса, пожалуйста. Молттығарына, Габит Бөкенбай. Бірінші сауыз сеге. Министромырда өткенде Аллаху жоңғар, Аллахуына бар, қар барыс туралы репортажыстап келдік. Еккін экспедицияға шықтық, тауда қондық Алексей Герачев деген азаматтарым бірге. Қар барысына жаннашеттен азаматтар осы солар. Солар жерде Ержан Еркенбаев деген азаматтың осындай ұрсынсы болды. Шымбалақтың атауына ғатысты бүкіл әлем, эко-туризмді көргіс келетті. Сол жерде Шымбалақтың атын царства сүнерінің барса деп өзгертек. Қар барысының патшалығы деп өзгертек. Олардан ареалы битайны қар барысын көріпшін туристер одан дөгіп келу шиеде деген бір савал. Ол бір екінш савал ерланд мұрза сізге. Сіз өткенде шақырып дәретхана мәселесін айтқан едіңіз. Жылы дәретханлар, қолғайлы дәретханлар мәселесі, ол мәселі орнынан қозғалдыма қанша дәретхана салынды. Бағасы 5 жүтінгі болады бәдіңіз. Солтың үректі айтперсеніз. Ерландықтар қаншы, вистория астайынса, кәк автор туалетсіз астыран. Кезек-кезек, мені алды мен сіз жауап пересеңіз. Жұқ, әртінде шақырып дәртқан. Ана, атын өзгерту туралы шынайтықанда олы өте жақсы. Бірақ шымлағымез, бізде одан басқа да жерлер бар қоймын. Сала, қар барысы, талғар жақтада, түрген жақтада, асы жәлі ауында бар. Арғарай, мұнсалы, хан тенгірі сол жақтада бар. Сол жақтан да аттауға болады. Енді қазір шымлағы қалғаралық бренд. Сол үшін жаңа сіз айтқан ойыңыз өте дұрыс, қар барыс әлемін. Қазір біз неге ақпылақ қағара жылжытамызғы, сол жөте берек жаңадан аттауы, ой өте дұрыс. Ерландықтар қанылы. Бұлтыр біз осы дәретханаларды салу жөнінен біраз көтердік мәселені. Бүгінгі таңда бізде жеке инвестор бар. Осы бағдарламаға өз үлесін қосам деп жүрген. Осы мемлекеттік бағдарламада біз осы дәрет мәселені арнайы көтеріп отырмыз. Бір блогы бар, соған арналған. Осы 10 ең дамған, дамытатын туристік орындарда біз мың дәретхана саламыз. Ол дәретханалар неміс технологиялықлар бойынша жасалған. Бір дәретхананың бағасы қазір білгіленіп отыр, қарастырып отырмыз. Қазафтар жол. Олтық компаниясы қосылат өз үлесін. Сосын жаңа мен айтып кеткен жеке меншік инвестор келеді. Өз ақшанын салам деп жүрген. Және де ақымшылықтермен СПК қай саладан өз үлесін қосам деген компанияны беремдесе, солар да қосылат. Екінші мәселе ол бұл дәретханаларды жыл сайын, жыл бойы садыр жанелар. Оны да біз бөлік қарап атырмыз, инвестициялар инфрақұрылым министрілігімен бүгінгі таңда бағалардың бәрін, расшоттарын жасап атырмыз. Құлай қаласа, осы 2-3 жүманың ішінде сізге баяндаймыз. Бірақ жалпы осы мемлекеттік бағдарламаны орындау мақсатында, 2.025 жылға дейін, осы дәретханалар мәселесі толқ шешлет теп сен өдеміз. Натылабы айтпирен, Елан Токтор қаншы айтшатқаны, дәретханаларды инвестор өз ақшастыңлады. Өз ақшасты. Біз мемлекеттік қана, соны бұлайшаты қолданысқа беруге қаржат жұмсаймыз. Өз енді мұсаласы, сон алп келгерек, джанғаға тазартатның азаматтардың әліктігккені сөң. Өн өз енді білейссір біз көбкөр қаржаттартың алп келеді. Сол азаматтардың тарапынан инвесторлар бар. Бүкіл жанғаға керекті европалық үлгедегі. Өз көржаттар алп келеді. Жау бұлай қаржаттар алп келеді. У меня вопрос. Сколько необходимо средств для реализации программы по туризму? И Минфин уже одобрил выделение бюджета? Все средства будут выделяться из бюджета или привлекаться инвесторов? Спасибо. Я с удовольствием отвечу на этот вопрос, потому что всех интересуют финансовые средства. Чего складываются финансовые средства? На министерство с бюджета на эти цели деньги не выделяются. Это министерство развития, они делают дорогу до туристической дестинации. Министерство энергетики, обеспечение электричеством с газом, это у них программа заложена. Мы министерство с бюджета деньги не берем. Только мы следим, чтобы эту инфраструктуру государство обеспечивало. Наша задача привлечение инвесторов. Уже строительство отелей, зона отдыха и те, те, это, конечно, привлечение, это частный сектор, это инвесторов. С государственным счетом ни одной гостиницы не будет строиться. И поэтому здесь сумма сказать, чтобы министерство на эти цели будем тратить, такие суммы, оно не обосновано. Только те министерства. У нас только в бюджете закладывается это как ведение рекламной деятельности. Это, конечно, мы обязаны. Выставка проведения. Для примера скажу, недавно в Берлине была эта выставка, и я принимал участие, потому что это крупнейшая выставка. Мы впервые объемно принимаем. 7 тысяч квадратных метров. Первый этаж было 15 стран. Казахстан, Россия, Узбекистан, там другие. И второй этаж 7 тысяч. Только была одна Турция. Вот представьте, потому что эта страна знает, что такое туризм. И представьте, вот один целый этаж, Турция взяли и успешно занимается. Благодарю вас. Пожалуйста. Сколько выделяется средств на рекламные мероприятия? Я думаю, там сколько мы расчеты делаем на продвижение? Микрофон. Я хотел бы дополнить буквально Астамбик Мухаммедевича, что, допустим, соседний с нами Узбекистан тратит более 10,5 миллионов долларов на продвижение туристического потенциала. Грузия тратит более 15 миллионов. Ну, про Эмираты я уже не говорю. Азербайджан тоже около 19 миллионов. Мы в прошлом году на продвижение потратили, ну, даже неудобно называть эти цифры. Понятно, что мы в госпрограмме все эти показатели заложили, сейчас расчеты ведутся, и у нас цифра, мы надеемся, что она за эти 7 лет будет как минимум приблизиться к показателям наших ближайших соседей. Потому что задача серьезно ставится увеличить поток иностранного туриста до 5 миллионов, внутренний турпоток до 10 миллионов. Это все требует того, чтобы люди знали о нашей стране, в том числе и наши граждане знали на западе о том, что какие достопримечательности есть на юге, на западе, чтобы знали, что есть на востоке. Это все нужно продвигать через радио, телевидение, рекламу, блогеров и так далее. Благодарю вас. Буквально последний вопрос. Куралая Булгазина, пожалуйста. Добрый день, агентство Интерфакс Казахстан. Сейчас в Казахстане идет активное обсуждение строительства курорта Кокжей-Лау рядом с Алматы. Скажите, пожалуйста, позиция министерства по этому проекту, будете ли вы вмешиваться в процесс? Получается, сейчас общественность Алматы выступает против строительства этого горнолыжного курорта на урочище Кокжей-Лау. Они собирают петиции, то есть общественность проявляет свое несогласие с решением Алматинского Акимата. Скажите, пожалуйста, будете ли вы вмешиваться, запрещать строительство или как-то по-другому реагировать? Спасибо. Мы министерство определяем стратегическое направление. Это, конечно, что вопрос это поднимать. Есть порядок и деятельность местных исполнительных органов. Мы министерства не имеем права вмешиваться в деятельность местных исполнительных органов. Например, вот как вы говорите, Кокжей-Лау другое. Точно так же, если в Северном Казахстане Шалкаро-Имантавский регион, да, это, конечно, должен заниматься Акимат, где в каких диссинациях это, конечно, развивать. Мы только стратегически определяем ценность и это введение, это как подведение инфраструктуры. А как это, в каком месте именно точка, это прерогатива местных исполнительных органов. И поэтому, знаете, с нашей стороны было бы очень некорректно, скажем, вмешиваться в деятельности местных исполнительных органов. Мы определяем стратегически, скажем, алматинский этот горный кластер или развитие Алакуль, Балхаш. Если мы будем разделять Балхаш, где Каргандинская область, чем они должны заниматься, где Алматинская область занимается, то, конечно, это будет очень законодательно неправильно. Этот курорт входит в госпрограмму развития туристской отрасли до 2025 года или нет? Мы сейчас, как вы видели это на схеме, мы целиком определяем, скажем, местность, алматинский горный кластер. А вот именно это по точкам уже, где будет или Кокжаляу, или это будет, скажем, Ой-Карагай, или Ели-Ктысай, то это только определяет местные исполнительные органы. Спасибо. Арстанбек Мухаммед Иуло, уважаемые гости, благодарю вас за разъяснение ключевых вопросов. Уважаемые коллеги, благодарю вас за активное участие. На этом время нашей работы подошло к концу. Благодарим всех за внимание.